здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пименко и сегодня поговорим о спорте о боксе о спортивной карьере одного отдельно взятого человека и о том чем он занимается сегодня о тех планах а планы наверняка огромные потому что он воспитал уже многих спортсменов и еще собираются воспитывать но и тем более он воспитывается собственного сына и конечно мы тоже узнаем будет ли сын боксером заслуженный тренер республики казахстан как нам сказал сам участник нашей сегодняшней программы единственный который находится российской федерации живет тренирует в люберцах на сегодняшний день наш гость серик шай муратович бектурганов здравствуйте то есть действительно заслуженный тренер республики казахстан вот сейчас в россии по боксу у нас один вот и он у нас здесь в студии ну начнем понимаете прекрасно когда человек продолжает заниматься и активно занимается и в общем то получить звание заслуженного тренера неважно чего какой страны это очень но почетная такая миссия тем более что речь идет о боксе о спорте который близок всем бывшим республикам советского союза а ныне странам и не только бывшего советского союза вот в это как в бокс пришли связи с чем это произошло то у меня всегда все случайно так я не буду свою прежнюю карьеру вспоминать чуть-чуть буквально чтобы понимали ну я я расскажу чтобы стать тренером надо в первую очередь забыть какой ты был спортсмен да потому что я спортсмен но я вот сразу его из исключил потому что на шка лет было когда первый удар был нанесен спортивный боксе боксе спортивный ну до армии после армии то немного вот так вот понятно так вот я в случайно попал в тренерскую стезию потому что меня в конце 90-х потянул учета в зал я пошел заниматься и спираю был как спонсор так вот потом при помощи там мы построили школу бокса в моем городе а я из города петропавловск это самый север-север казахстана это между курганом омска вот создали им школу бокса потом год почти она просуществовала результата нету и я начал спрашивать почему нету результата надо чтоб чемпионам там вырастить на настолько столько всего игру в чем проблема и и как тот мой поспорили я на спорку вот я сделаю то вот и в 2007 году я впервые поехал на чемпионат страны в городе кустанай по молодежи станет в казахстане да я повез туда два человека вот и здесь и весовой категории 2 золота я забрал я стал лучшим тренером стороны тогда почему потому что до местные кустанайские забрали 4 золота я 2 и на весь казахстан мы 4 злота только разделили я оставил такие великие школы это караганда чем кент омска я оставил все визу вот и все и когда я приехал к тебе на родину начали историю поднимать оказывается у нас ни разу не был чемпиона страны по богу за всю историю вот потом меня забрали в астану я приехал в астану там начал работать мне это все все больше и больше начал затягивать у тебя матриевская работа нравится для тренинская работа она такая в основном аналитика занимаешься биомеханик это вот и оттуда потом я услышал что в алмату прилетает кубинский тренер осида сагары он это главный тренер куба который слова кубинский боксом то было 75 лет в одиннадцатом году я ну а кубинский а просто для тех телезрителей кто может быть не очень разбирается в боксе кубинский бокс это как бы это он с большой буквы вот и когда я узнал что он то прилетает я я на просился туда и полетел в алмату я с ним полтора года прожил на одной площадке то я блин мне пришлось выучить и испанский язык чтобы понимать ну да ну чуть-чуть а в основе там нашел хорошего специалиста переводчика самого кубинца который 14 лет уже в стране в алмате вот нанимал вот и три месяца он меня грубо говоря вот как вот я на него смотрел как кот на шрека а и за ним везде бегала у нас надо площадке вот я бегал ему заеду и стирал ему там в машинке он электричество боялся чая никому подогревал вот и я его измором взял мед месяц через три он когда в зал зашел я работал со своим учеником и сученица на лапах он подходит к дне вот так вот и вот мы начали вечерами с ним собираться и почти год и все это смотрел изучал вот он величина он профессор у него даже я видел часы с автографом написано лучшему тренеру мира владимир путин на обратной стороне потом президент подарил ему часы вот и все и вот он мне все расставил по полочкам вот принципе да наверное знание у всех есть у тренеров ну пример вот если вы домой пойдете вам какую-то вещь надо найти ну она где-то у вас есть вы будете искать может быть пять минут может час может день он не что сделал взял все мои знания вот так вот упорядочил я по полочке все по полочкам расставила и теперь мне во время тренировочного процесса не думать вот так быстро 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 все это дело вот и все успех вообще в принципе в спорте наверное не только в боксе вообще вы всех это вот как вот например как бутылка если вот столько техники остальное добивает физика функционалка и наоборот если человек знает очень многое вот на то может разобрать и собрать физики на чуть-чуть ну понятно да но вот здесь очень такой важный момент что вот во второй части хочу что мы поговорили уже конкретно о ваших сегодняшних до ребятах как с которыми вы работаете о том но вообще скажем так какой подход кто сегодня может заниматься боксом потому что понятно что советских времен бокс у нас такой отдельный вид спорта он-то становился популярным потом уходил в тень под когда например карате было запрещено на уровне уголовного кодекса значит все занимались боксом или называли это тихонечко там где-то может быть и пытались карате заниматься потом карате разрешили восемьдесят девятом году значит появились другие единоборства да бокс немножечко ушел в тень тем не менее мы прекрасно понимаем что бокс он есть был и будет всегда и от такой вид спорта мужской кстати уже и женский бокс тоже есть вот но я хотел бы вот тут важный такой момент который вы подняли вот элемент случайности и умения обычно как происходит какой-то спортсмен чемпион мира олимпийский чемпион человек так сказать медаль за медалью ну и что у него заканчивается спортсменов зачастую жизнь очень короткая спортивная он потом не предлагает какой-то либо чиновничью должность чтобы он представлял так сказать либо предлагают тренерскую работу ну и как бы мы понимаем что но он же шумеет значит он должен ночи это же не каждому дано потому что точно так как скажем вот в театральном деле до режиссер очень часто бывает средний статистический актер вдруг становится режиссером как актеру не все получалось но как режиссер он вдруг расцветает раскрывается и делает так что актеры просто там живут на сцене вот что важно для тренера и вот исходя из вашего такого долгого пути сколько там заложено знаний конкретных как нужно извините наносить правильно удар и сколько там воспитания сколько там физики как вы говорите сколько там вот но какого-то но нравственного что ли составе вас услышал я вам сейчас попытаюсь в течение двух минут все это объясняете вот смотрите если ваша попрошу встать вы встанете попрошу пройти или пробежать вы пробежите потом опять когда сядете я вам спешу а теперь расскажите как вы это сделали вот человек не тот который может показать почему большие спортсмены они обычно очень они они это умеют делать но показать это не главное самое главное попробовать научить так вот рассказать вот как вы сейчас вот марнули какие у вас мышцы сработали в какой последователь чтобы головой смогли кивнуть вот тренинг это человек который может объяснить человеку который ни разу не ходил как сделать первый шаг вот здесь все построено бокс вообще просто начнем на гибкости на пластичной сбалансированности гибкость суставов и все физики как таковой много не надо вот это просто биомеханика вот и все и если человек может объяснить рассказать вот на атомы разобрать вот если вы хотите приходите на тренировку на одну тренировку я вас научу покажу сразу не поймете вот разобрать на атомы собрать и самое главное что под нету такого правильно неправильно есть удобно неудобно вот каждому человеку надо найти подход потому что когда заходишь зал и видишь сидел от одни и те же упражнения одни и те же движения надо оттуда бежать все люди разные у разных есть антропатические данные длина рук длина ног есть маленький рост вес да 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 есть даже психологический портрет очень важен почему что есть такие которые бойцы есть такие которые у них и тинь самосохранение сильно развит а есть как кошки да 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 вот их и надо вот из них и можно вытащить из любого нету шаблона надо когда это поняли что нету шаблона когда я начал общаться с агар и вот видите я шел интуитивно правильно но миссию по полочкам оставил ведь была же например и до сих пор остается такое понятие как советская школа бокса или не было ну я вам тоже скажу она была классная но я сейчас вам попытаюсь тоже объяснить смотрите в советском союзе какая была самая крутая машина легковая волга газа 24 черная самая дорогая самая дорогая да вот сейчас поставить ее в масле новую да и например тойоту этого года принцип работы один и тот же четыре колеса коробка передач двигатель но технологии они пошли дальше ничего на месте стоит тем более бокс он тоже постоянно развивается вот посмотрите черно-белый с ним эти тридцатых годов там бокса не там да там вот такие вообще такое шоу должно быть да потом посмотрел киш часто бокс показывали да потом посмотрите там 80-х годов он меня не школа не менялась ну как можно сказать просто менялись правила то были кнопки там прыгали там тыкались вот сейчас записки пошли там уже более силовой бокс надо все время варьироваться подстраиваться подпадает но все равно же мы знаем что финале в нас до должен быть какой-то желательно красивый финал да с победой чтобы стопроцентная было я имею в боксе для зрителей то есть она удар и отвернуться от удар номера так я так условно сейчас скажу два таких главных элемента которые мы тренируем подготовка атака выход из атаки да ну как одно действие да вот а вы говорите что технологии поменялись это означает что задачи стоят те же возможности их исполнения совсем иные стали это за счет чего человек поменялся не человек вот смотрите надо расшифровать код великих боксеров такие вот как майвейзер как там это все они такие рождаются один там на 10 тысяч на миллион муж не знаю надо его изучить да надо его изучать 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 каждый день я вот например если когда я скажу что я все знаем и сразу зала уйду я скажем учусь и скажем учусь скажем нахожу к нему подход самое главное чтобы у человек вышел из зала ему сразу захотелось обратно топать вот тогда вот здесь мы сейчас делал небольшую паузу напомню что нас гвоздях серик шеймуратович виктруганов с которым мы говорим о боксе он является тренером по боксу как я понимаю уже не просто по необходимости по призванию да можно так сказать что как вы говорите что вы говорите что случайно но наверное по призванию это и есть иногда случайно потому что если бы не получалось если бы не хотелось то этого бы не состоялось конечно нашего разговора бы сегодня не стоял вернемся через некоторое время в студию продолжим напомню что эта программа открытый диалог говорим мы сегодня бокс я бы даже сказал с какой-то такой с моральной наверное этической точки зрения не только с чисто физической у нас гостях заслуженный тренер республики а казахстан серик шеймуратович бектурганов и это правда что вы сейчас живете в люберцах работаете в люберцах приоткройте может быть нам тайну как человек из казахстана оказался на люберецкой земле хорошо попробую рассказать сперва я приехал москву так я жил в москве на юго-западе вот первый ученик которую опять же я пришел в спортзал фитнес-клуб и там был зал бокса я ходил плавал и в зал бокса зашел там потихонечку там на груши работал там на всем у меня это получается и ко мне подошел местный тренер который в этом зале находится год можно вам свою сестру приведу ты ну ладно хорошо при переводе и на следующий день он привез сестру вместе с мужем и мы начали с ней работать потихоньку работали работали вот я как говорим к нам не платит я работаю но баня логике оказалось что это сейчас вот чемпионка мира это светлана кулакова это первая моя была такая нравится как вода человек с легкостью чемпионка мира да да потом без пафоса что называются не потом меня пригласили в лужники а к олимпийскому чемпиону вячеславу юновскому я к нему зал приходил тоже мы там занимались и туда пришли тоже софия очагава двухградный чемпионка мира финалистка олимпийских игр потом юля березикова многограда чемпионка мира по тайскому боксу я вот с ними там начал потихоньку возиться 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 там тренировки вот очень хорошие люди немножко вы тоже наверное неплохой человек раз они с вами то были потому что в мире спорта ничего тяжело то так они говорят что тренер лишь иногда может быть и жестоким вот один из последних кто был у нас там был клуб на ленинском проспекте я тоже там ходил то за там в рядом жил занимался и в бассейне увидел там такой лысый мужчина там какие-то удары отрабатывают мне кстати он ведь вот и мы с ним пошли тоже поработали моему руки поставил оказался этот этот магомет из моего высохищник вот я ему тоже я не знал кто это такое честно говоря тебя судьба сводит каким-то образом да и судьба вас в итоге забросила к нам любит это произошло да в любит и вот у меня есть хороший знакомый друг владимир вадимович сурков он мне как-то сказал приезжай в любит у нас по спорту человек да я приехал в любит и и встретил девушку так до этого я 6 лет жил в москве один вообще у меня семья не было всю жизнь мотался по сборам по соревнованиям я он был и тренером женской сборной мужской в казахстане даже тренер женской сборной что не было у вас даже девушки когда вы были тренером и нельзя а на работе не работе нельзя ну что так а в люберцах а в любит я приехал как раз вот закончился пандемии двадцать двадцатого года вот встретился и увез ее в любит она помниг поехали обратно в любит вот мы приехали и здесь у меня родился сын первый сын стать ну вот видите леверчанин уже вот год и шесть ему год и семь уже будет скоро вот и вот-вот на днях он побежал раньше начал ходить и теперь бегать и у тебя по всем гибридцам бегу за ним лучше меня знает город знает все площадки память у него феноменальный ну и и визаж получается леберчанин уже до 100 процентов рождения давно на улице мира родился на улице мира что хорошо но и в будете его готовить так боксу или это как пойдет он мама даже замечает его я замечаю это все гены мочи крепкие у него руки крепкие он такой уклоняя вас тоже гены тогда получается кто-то был у вас в семье по силовым видам то нет у меня нет военный был я не знаю я вырос без отца поэтому не очень интересная судьба вот у вас сейчас сын то есть эти полюберчанин супруга и вы тут я так понимаю тоже как тренер выступаете я только-только вот я сейчас именно что и хочу после выборов пойду по школам народного культуры пойду да там посмотрю выберу человек 6 ребят маленьких 10 лет и столько же девчонок и начну их натаскивать так готовить готовить чтобы в течение максимум года полтора не уже начали давать результат я уже это делал у себя в городе я как делал я собрал группу из восьми человек у меня как раз восьмиместный автобус был бусин такой вот и начал их натаскивать спираю начал ходить по своему городу по спортзалам их натаскивать вот когда всех казнили поехали заседине город и вот так и с ними накатывался накатывался доехала жду узбекистана в узбекистане три месяца побыл на машине вот и потом когда вернулся первый чемпионат азии который был у меня там 2007 году кажется я кстати команду готовил казахстана вместе с шамилем софиум который сейчас главный тренер вот мы тогда из 12 весовой категории 11 человек у нас были финаль восемь золотом узел в алмате а у меня мой пацан байжанов анарбек стал лучшим боксером азии очень красивую поддерживаете связь со всеми своими веками как бывшими а бывает такое что кто-то там приезжает к вам чем подтянуть или они уже сами по собственной какой-то они уже все сами тренируют были нужны вот в хорошем смысле слова на том этапе на котором были нужны то есть так вот судьба устроилась а дальше они уже сами вы знаете как я очень им благодарен всем почему потому что если бы не они я бы не стал тем кем я стал потому что я на них сколько раз менял планы менял тут я искал свой стиль вот они все это выдержали вот до такой степени хорошо вернемся к сегодняшнему вот вы хотите из этих ребят и девчонок вы их натаскаете дальше что что сейчас у вас главная целью является сделать мастерскую бокса то лучше не только в россии и в мире почему хорошо звучит потому что когда зайдут зал и будет работает мастерская бокса и должна быть такая же реакция как казахстане казахстане мой клуб тоже всегда спрашивали если с моего региона кто приезжал газ этого клуба есть кто-то не на него успокаивались а вот скажите по поводу вообще бокс вот вы сейчас пойдете выбирать искали буду выбирать по каким каким ну скажем параметрам выбирать вы же сами сказали что бывает разные характеры разные но стиле вообще в жизни человека что для вас важно в этом молодом организме скажем как от которого вы хотели бы отобрать попробовать с ним заняться боксом ну там просто есть много таких разных качеств которые нужны для бокса ну там я принесу дам скакал как на скакалке как он координация у него какая ну там такие тесты небольшие есть по которым можно отобрать вот и потом только уже остается заинтересовать поговорить заинтересовать все ну вот вы говорили в самом начале нашего разговора мы движемся уже к финалу что даже не столько физика важно ну выносливость наверно в любом виде спорта должна быть потому что будет наверно может быть разные но это такой условно говоря хорошим смыслом роботизированный должен быть подход у тебя все должно работать максима вот как тебе дала природы ты должен максимально развить эти качества то есть как на шарнирах должен быть это верно конечно вообще спортсмен это аватар да 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 вот он должен слышать вот помните наверно вот советский конструктор такие железочки колеса да да как его собирая не собирая это получалось табулетка с колесами да да вот что такое современный бокс это как лего вот в разный момент под разную этот можно собрать любую человек робота там пароход машину надо знать вот эти надо вот эти все мелочи 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 надо обучать чтобы потом когда на выход при выходе на ринг надо давать на 1 10 секунд задания потом просто говорить что надо сделать я же уже вы же видите когда что-то пошло не так вроде все правильно пошло не так когда тренер во время мать отчет там говорит во время махания когда машут значит полотенцем хорошо вы же меня спросили что такое там удары все страны драться надо только в одном случае когда ничего не получается а вот а здесь как когда человек боксирует он должен получать удовольствие я хочу импровизировать чтоб они на ринге по получали удовольствие ко мне всегда подбегали мои соперники или чего твои то там ученик или учениц почему не время улыбаются и чего не смеются блин они раздражало вот бог же это что это ну человека вот человек чем сильнее хочет он что-то сделать чем сильнее хочет ударить ему бьет все дела слабее значит здесь тогда присутствует давайте также копнем глубже не только физическая возможность но и то что называется спортивный ум правильно раз ну когда ты правильно можешь просчитать все свои действия то о чем мы говорили до обученность максимальную выгоду в нужный момент потому что не просто вот вам хорошая фраза что драка и бокс это все-таки разные вещи промка не вот и тогда здесь сразу вспоминаются особенно в 90 году когда там даже не в 90 когда видео пришло в советские какие были популярные фильмы все что связано с единоборствами самыми разными брюс ли чак норрис все эти имена которые вдруг пришли вот при этом сохранялся советский бокс и ходили на чемпионаты смотрели и так далее вот восточное единоборство да а вас уже можно в принципе назвать до представителем это же еще и какой-то но ну какая-то духовная составляющая на том смысле что это не просто удар а это состояние души то чем я сейчас думаю так далее вот это чистая спортивная история или там еще что-то присутствует хорошо что находится в голове у спортсмена как вы вот вы говорите он улыбается он же улыбается не просто так вот вы еще сказали что с востока это правильно вот я когда-то наблюдал а как раз делают ну не к месту баранов дедушка подход с таким маленьким ножиком товара шкуру снял раз по чуть-чуть по чуть-чуть красиво вот это все раздел по патриотка мажору из него блюдо получается у нас касание то бешпармак например я люблю вот такой бокс не такой которого взять барана до взять топор на силовой такой и ему так между рук баус нарубить его там с рогами с копытами совсем по тазиком вот лучше разделы из с боксерами также вот когда вы выходит человек он он его просто разделывает он понимаете как сказать я всегда говорил своим ученикам не надо ломать не пытайтесь сломать человек попытайтесь ему сломать бой вот вычислить все его сильные стороны вот особенно есть такие боксеры которые там какой-то у них своя то фишка вот там раз два он бьетом идеально там и чем мы просто ему это ломаешь и все и и он все он он ломается он не может попасть и ничего не делать самое страшное это когда человек знает что он сильный здоровый чтобы он не делал везде пропускает чего бы он не делал пропускают у него начинает эмоции противоход пошло и да вот возбудите в нем эмоции когда он начнет злиться захочет сильно ударить вы уже он уже вас не попадет такой бой эмоции может быть то есть вы эмоционально готовы а он эмоционально начинает раздражаться но надо боксировать так как как вот вы по утрам зубочистить без эмоций так резко там налево направо тык тык но вышел ему это знакомую надо и он это он импровизирует он делает вещь обыкновенно все это зале нарабатывается ну что у нас заканчивается время я благодарю что у нас любопытный прошел прошел сегодня эфир серик шаймуратович биттура у нас сегодня в гостях который теперь живет тренирует в люберцах вот пойдет скоро набирать может быть появится у нас тоже довольно быстро какие-нибудь чемпионы сначала может быть среди юниоров а потом уже во взрослом боксе заслуженный тренер республики казахстан мы благодарим вас за такой-то любопытный рассказ ну конечно за всех тех людей которых вы называете только так понимаю маленькая часть и за то что вы довольно легко рассказали о таком сложном в общем-то виде спорта который как я уже говорил сегодня он то появлялся то исчезал но с точки зрения популярности но он всегда был и это один из таких древних видов единоборств и в котором главное как вы поняли не просто драка да а он все таки конечно разумный подход драться на кого на случай когда ничего не получается и еще такая маленькая ремарка заслуженного тренера республики казахстан дают только за подготовку чемпионов мира 1 2 место и олимпиады 1 3 место больше никак но я пытался вытащить из вас вы частично имена рассказали но вот теперь я так понимаю будущем думаю да а будущих чемпионов потому что можно еще заслуженного тренера получите в другой стране правильно постараемся постараемся спасибо огромное это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания и и и